По предписанию Государственной инспекции строительного и жилищного надзора, жительницы дома номер 3 по улице Швецова вернули 15,5 тысяч рублей. В августе текущего года молодая женщина сообщила в инспекцию о нарушениях, допущенных при расчете платы за коммунальные услуги по отоплению. Гострой жилнадзор провел внеплановую проверку деятельности управляющей компании и подтвердил факт нарушений. Дом номер 3 по улице Швецова оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии. Кроме того, во всех квартирах есть индивидуальные приборы учета тепла. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг при расчете платы за отопление, управляющая организация обязана использовать показания и общедомового, и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. В ходе проверки выяснилось, что в период с октября 2016 года по январь 2017 регулярно сдавали показания только от 60 до 90% жильцов дома. В разные месяцы процент сданных показаний был различен. При этом, как выяснилось при проверке, в соответствующие месяцы управляющая организация «Наш дом» жильцам дома, не сдававшим показания приборов учета тепла, плату за отопление не начисляла. Объем тепловой энергии, который должен был оплачиваться, только распределялся между жителями, которые задавали показания счетчиков. Значит, люди, которые не сдавали показания, не начислялись. В итоге часть людей, соответственно, они не получали оплату за отопление, а кто-то получал завышенные счета. Для устранения допущенных нарушений управляющей организации было выдано предписание о проведении перерасчета. В итоге заявитель, который к нам обращался, он получил перерасчет в размере 15,5 тысяч рублей. То есть сейчас мы проверили уже проверку этого предписания, и зафиксировано было снова квитанция уже о проведении перерасчета. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа напоминает, что в соответствии с новыми требованиями жилищного законодательства управляющая организация обязана уплачивать штраф в пользу потребителей, получивших китанцы за коммунальные услуги с завышенными суммами. Размер такого штрафа является фиксированным и составляет 50% от величины завышения платежа. Для целей расчета размера штрафа и его уплаты потребителю необходимо, в соответствии с законодательством, подать соответствующее заявление в свою управляющую организацию. Илья Сахаров, Ирина Ежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.